В России приняли стратегию развития территориального самоуправления до 2030 года. Это стоялось на седании Общенационального собрания ТОС, посвященного пятилетию организации. Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации. Стратегия развития местного самоуправления предусматривает создание единой нормативной базы, а также набора и обучения активистов. Последним как раз основательно занимается Ассоциация ТОС Ульяновской области. На средства президентского гранта организован ресурсный центр, где можно пройти курсы от регбеза до углубленных практик. О том, как это работает, наши ТОСовцы рассказали коллегам в Москве. Отдельный проект сейчас интересный, который реализуют школу общественного экологического инспектора. Это как раз-таки вовлечение людей в вопросы охраны окружающей среды, экологической безопасности. Это как раз тоже пример социальной медиации для решения проблемных вопросов в области экологии через некоммерческую организацию с привлечением органов власти местного самоуправления. Ульяновская ассоциация ТОС, как и общенациональная, отметила пятилетний юбилей. Сегодня многие регионы в ТОСовском движении берут пример Сульяновска, за что председателю и вручили почетный знак за общественное служение России. Ура! Отметили и ульяновскую молодежь. Например, Дарья Розенкова получила благодарность за информационное сопровождение своего поселка. Все новости и проблемные вопросы отображаются в интернете. Мне нравится эта деятельность. Я очень хочу, чтобы у нас поселок станешь. А Данил Шувалов в лихие пандемийные дни стал волонтером. Помогал пожилым односельчанам. Я видел, как пожилым людям трудно получить какие-то определенные медикаменты или продукты. Но я занимался их доставкой. Для того, чтобы в будущем у этих молодых людей была хорошая законодательная база для превращения своих поселков в оазисы благополучия и разработали стратегию развития местного самоуправления до 2030 года. Создание на всей территории Российской Федерации единой мощной системы территориально-общественного самоуправления, которая должна являться главным помощником местной власти по изменению жизни на территории, по серьезному улучшению качества жизни в деревнях, в поселениях, в городах наших. В дальнейшем в стратегии будет внесен еще ряд изменений. В настоящее время в ассоциацию поступило около 200 предложений из 80 регионов страны, которые будут рассмотрены и могут быть включены в документы. Дмитрий Емельянов, Вести Ульяновск.